Конституция Сейчас очень много людей говорят о Конституции, но мало кто вообще понимает, что означает слово «Конституция» и в чем заключается сущность Конституции. С латинского языка Конституция дословно переводится как «устройство и установление». И прежде всего Конституции мы в античности, в Древнем Риме в частности, понимали акты императора. Современное понимание Конституции как основной закон государства возникло в 17-18 веках, когда стали приниматься кодифицированные, консолидированные нормативные документы, которые знаменовали собой учредительные документы юридического характера, в которых закреплялись организация власти и права и свобода человека гражданина. Но так было не всегда. Если мы возьмем самую первую Конституцию в мире, это Конституция Соединенных Штатов Америки. Она была принята в 1787 году. Хотя следует отметить, что некоторые штаты в США принимали собственные Конституции. Например, штат Вирджиния принял собственную Конституцию в 1776 году. Отдельные документы, которые можно характеризовать и называть Конституцией, они принимались в различные времена. И, например, наши современные ученые и правоведы дискутируют в отношении основных законов 1906 года и манифеста от 17 октября 1905 года, называя их первым актом конституционного значения. Потому что, по сути, они представляли собой негодифицированную Конституцию тогда еще Российской империи. Но об этом мы поговорим немножко попозже. Дело в том, что сама Конституция в большинстве своем у рядовых граждан ассоциируется с основным законом государства. И в школе, и во всех вузах, как правило, преподносят именно такую трактовку, что Конституция – это основной закон государства и общества. Однако сама Конституция понимается гораздо широко. Дело в том, что Конституцией следует называть не просто какой-то один документ юридического характера, который закрепляет основополагающие принципы организации общества, государства, закрепляет основы организации власти, закрепляет основные положения правового статуса человека и гражданина, ну и ряд других каких-то установлений, которые имеют важное значение для того и конкретного какого-то государства. Конституция, прежде всего, это документ, который направлен на ограничение публичной власти, на установление определенных правил, которым должна следовать публичная власть, прежде всего, верховная власть. Ну и в дальнейшем закрепляются права человека. Между прочим, американская Конституция в своем первоначальном тексте не содержала никаких положений, касающихся прав и свобод человека и гражданина. Первые 10 поправок в американскую Конституцию, так называемые били правах, они были разработаны в 1789 году, а вступили в силу через два года, то есть в 1991 году. Но изначально американская Конституция представляла собой документ, который состоит, кстати, всего из 7 статей, это самая малая Конституция в мире, закрепляла организацию власти, законодательную, исполнительную, судебную, ну и, конечно же, регулировались отношения между Федерацией и Штатами. В Европе первой Конституции традиционно считается Конституция Польши, которая была принята 3 мая 1791 года. Несколькими месяцами позже во Франции была принята первая Конституция, 3 сентября 1791 года. Примечательно, что во Франции была принята до Конституции декларация прав и свобод человека и гражданина 1789 года. Этот документ действует до сих пор во Франции и считается частью современной французской Конституции. Статья 16 данной декларации говорила о том, что отсутствие разделения властей и разглашения прав и свобод человека и гражданина в том обществе, в котором это отсутствует, говорит о том, что там нет Конституции. Поэтому интересно, что декларация предшествовала появлению Конституции. Вообще, Франция у нас своеобразный такой реконсмен по количеству принятых Конституций. В настоящее время действует 17-я Конституция во Франции. Она была принята в 1958 году. Что касается России, Российской империи, у нас были попытки разработки, принятия проектов Конституции. Большую часть проектов, наверное, разрабатывали наши декабристы. Это известный документ «Русская правда» Пестеля. Муравьев писал свои определенные наброски будущей Конституции России. Но, тем не менее, все вот эти попытки подготовить какой-то проект, а тем более принять проект Конституции в Российской империи, они все сводились к нулю. И первоначально, вот я уже об этом говорил, Конституции иногда называют основные законы 1906 года и манифест 17 октября 1905 года. Потому что эти два документа, по сути, содержали вопросы организации власти, регламентировали на высоком уровне и закрепляли первоначальные личные права подданных. Ну, после Великой Октябрьской социалистической революции Ленин понимал, что создается новое государство, а новым государством может быть только то государство, которое имеет собственную какую-то визитную карточку. Визитной карточкой любого государства всегда является Конституцией. И 10 июля 1918 года у нас принимается первая наша Российская Конституция. Ну, тогда наша страна именовалась Российско-Советская Федеративно-Социалистическая Республика. Соответственно, Конституция РСФСР 10 июля 1918 года считается первой формально кодифицированной Конституцией России. Ну, в настоящее время у нас Конституция 1993 года является пятая по счету, и сейчас в нее вносятся изменения и дополнения. Что касается вообще изменений и дополнений, то мировой опыт свидетельствует о различных подходах к этому вопросу. Во многих странах положения Конституции, некоторые положения Конституции не изменяются. В частности, в основном законе ФРГ 1949 года закрепляется, что можно изменять любые положения Конституции, кроме вот этих таких юридических постулатов, как то, что Германия является правовым, социальным и федеративным государством. Конституция Мексики 1917 года провозглашает, что она неизменна, и в случае, если какого-то нелегального прихода к власти или какой-то революции, положения Конституции будут восстановлены после легиментизации вот этой всей публичной власти, которая произошла. По способу принятия Конституции также различаются. Традиционно Конституция принимается либо парламентом, либо на референдуме, либо специально создаваемым органом, учредительным собранием. Известны случаи принятия дарованных Конституций или, как их называют, актраированной Конституции, то есть Конституции, дарованные монархам своему народу. В частности, такой Конституцией является Конституция Японии 1889 года, Конституция Саудовской Аравии 1991 года. Самым демократичным почему-то считается принятие Конституции на референдуме. Но если мы с вами посмотрим, Конституции, которые принимались на референдуме, как правило, существуют в авторитарных странах. Поэтому принятие Конституции на референдуме это еще не означает, что Конституция полностью выражает подлинную волю народа, то есть избирателей. Специальный орган, который создается для Конституции, считается наиболее универсальным средством, наиболее оптимальным. В частности, так была принята Конституция Соединенных Штатов Америки, в Филадельфии был собран конвент, который, соответственно, разработал и принял Конституцию. Если принимать Конституцию парламентом, это гораздо удобно, потому что не нужно дополнительные средства выделять для проведения референдума, либо созывать какой-то специальный орган. Конституция Грузии 1995 года, Конституция Украины 1996 года, они были приняты, соответственно, парламентами этих государств. Универсального способа нет. Для каждой страны, я считаю, характерен свой собственный способ принятия Конституции. Здесь мы не можем найти какой-то отдельный момент, который подходит для всех государств. У нас пытаются, особенно в учебниках разных вузов, пишут о том, что вот эти способы, либо какие-то виды, либо какая-то классификация, она настолько универсальна. Но бывают случаи, когда не всегда все упирается в определенную какую-то схему. И здесь нужно исходить от конкретного государства, конкретного его исторического развития, социально-экономического положения, политического управления в этой стране. У нас как-то на кафедре был такой спор. Мы говорили, что Конституция РСФСР 1937 года, она просуществовала достаточно долго, 41 год. То есть до 1978 года. Это достаточно продолжительный период времени. И один мой коллега сказал, что если Конституция действует 40 лет, это не означает, что она исполняется. Поэтому показатель долговечности Конституции не является абсолютным показателем того, что данная Конституция хорошая. Что касается различных способов классификации Конституции, можно их классифицировать по различным основаниям. И по объему. Например, я уже говорил, самая малая Конституция – это Конституция Соединенных Штатов Америки. Семь статей. Самая большая Конституция – это Конституция Индии. Она состоит более 350 статей. И даже все приложения, которые принимаются в последующем, они идут за текстом Конституции, потому что уже невозможно вносить в этот громоздкий текст. Кстати, в американской Конституции все поправки, их на данный момент всего 27, тоже идут за текстом Конституции. Потому что считается, что американская Конституция – это настолько святой такой юридический документ, который придумали отцы-основатели, поэтому все поправки в американскую Конституцию идут за текстом. Поэтому для простого обывателя, или кто не знает особенности американской системы конституционализма, сложно будет разобраться в действующих, недействующих поправках. Мы в России заимствуем тоже зарубежный опыт, в частности, например, американский опыт принятия поправок Конституции. Дело в том, что 27-я как раз поправка в американскую Конституцию была принята только в 1992 году, хотя вопрос о ее ратификации поднимался более 200 лет назад. Дело в том, что два штата, они просто-напросто забыли рассмотреть данную поправку, чтобы ее ратифицировать. Поэтому в нашем законе от 4 марта 1998 года был принят специальный федеральный закон о порядке принятия вступления в силу поправок Конституции. Как раз оговаривается, что поправку субъекта Российской Федерации, а точнее законодательные органы субъектов Российской Федерации, ратифицируют в течение года. То есть установлен определенный временной задел, в течение которого должны ратифицировать данную поправку. Наша Конституция относится к Конституции жестких, то есть ее очень сложно изменить. И причем здесь следует говорить о двух важных моментах. В нашу Конституцию можно либо внести поправки, либо пересмотреть. Это два важных, исключающих друг друга обстоятельства. Дело в том, что поправки могут носиться только в главы с третью по восьмую. Глава первая, вторая, девятая, они не могут быть просто пересмотрены парламентом. И если возникает какая-то инициатива об изменении положений, которые находятся в главе первой, второй и девятой, то необходимо разрабатывать новый проект Конституции, который может быть принят либо на референдуме, либо учредительным собранием, которое называется Конституционное собрание. Но, к сожалению, закона о Конституционном собрании до сих пор нет. Вот с момента принятия Конституции 1993 года прошло уже 27 лет. Федеральный Конституционный закон о Конституционном собрании в настоящее время до сих пор не принято.